Попрошу тебя пересмотреть это видео еще несколько раз, чтобы ты понял о чем оно. На самом деле с первого раза даже основной смыслы не доходит. То, что нас ожидает, это большая охота за негосударственными криптовалютами, в том числе и биткоином. Так что пересмотри это видео еще раз. Золото не обрушится. Знаете почему? Потому что этого не хочет ФРС. Причина, по которой мне нравится крипта, по которой я покупаю эфириум и биткоин, мне не нравится ФРС. Биткоин упал, как и остальной рынок, вместе с золотом и другими хедж-активами против инфляции. Возникают дебаты между инфляцией и дефляцией. Кто-то за биткоин, а кто-то против. Куда же пойдет биткоин на фоне всего этого? Проблема в том, что ФРС хочет все это отнять. ЕЦБ хочет это отнять. Центральные банки Китая и Японии хотят все это отнять. У нас. Ребята, которые связаны с криптой, должны быть умнее. Потому что в скором времени появятся криптомонеты от самой Федеральной резервной системы США. Биткоин важен, но он падает. Я буду докупать его ближе к 27 тысячам долларам за монету. Потому что я настроен к биткоину очень позитивно. Давайте я объясню почему, а также почему биткоин это также и большие риски все потерять. Это макрофинансовое обучение. Поколение 60-х и 80-х бумеры не любили акции. Потому что в мое время, когда я был ребенком, инвестиции в фондовый рынок рассматривали как азартные игры. Но теперь абсолютно все находятся в фондовом рынке. Так как же это произошло? В 1974-м появилась такая вещь, которая называется пенсионный план 401к. Я не работал ни с ним, ни с любым другим индивидуальным пенсионным счетом. Почему же? Потому что мне это не нужно. Они говорят вам, когда вы должны носить маску, когда нужно сделать вакцину. И они же говорят вам, во что инвестировать с помощью плана 401к. Я отказываюсь делать это. Но мне это и не нужно. Потому что как предприниматель я создаю свои собственные активы. Мне не нужен фондовый рынок. Вам нужен. И я не говорю, не инвестируйте, откажитесь от плана 401k. Нет, я не буду говорить вам, что делать. Именно поэтому я предприниматель. Вы правда любите, когда вам говорят, что делать? Тогда идите в школу, затем найдите работу, копите деньги, платите налоги, выберитесь из долгов и инвестируйте в фондовый рынок. Я же так делать не хочу. Более важно, во что вы инвестируете. Им приходится это делать, потому что мое поколение не инвестировало в акции. Вот почему тогда и появился пенсионный план 401k. Потому что в 60-х не любили акции. Но что же случилось потом? В 87-м фондовый рынок рухнул. И выступал Гринспен, парень из ФРС. Запомните, ФРС не американский. Это не правительственное агентство. Так вот, этот Гринспен выступил и представил то, что я называю PPT. Группа защиты от погружения. Люди еще называют эту группу «Не боритесь с ФРС». Фактически, Гринспен сделал так, что каждый раз при обрушении акций PPT защищает инвестора. Моему поколению, бумерам, не нужно было беспокоиться. Ведь каждый раз, когда рынок падал, его вытаскивали наверх. Так что сегодня американские корпорации, по сути, превратились в корпорации-зомби. 20% корпораций США – это зомби-корпорации. Имеется в виду, что они банкроты, но поддерживаются на плаву ФРС и правительством США. Это же чистые воды коммунизм. Пока акции будут защищаться, золото будет являться отличной инвестицией. Потому что ФРС и все центральные банки мира владеют им. Так что они не позволят золоту упасть. Они будут делать что угодно, чтобы быть уверенными, что цена золота будет либо стабильной, либо растущей. Мне не нравятся акции, но нравится золото. Серебро становится более ценным из-за золота. Все потому, что золото никогда не исчезнет. Оно просто накапливается, а серебро используется в новых зеленых технологиях. В солнечных батареях, в медицине. Мне нравится серебро. Как вы помните, серебро стоило 2 доллара, а затем оно достигло 50 долларов, когда братья Хант пытались манипулировать рынком золота. Даже сегодня серебро стоит всего 27 долларов. Но вы не можете купить его физическое воплощение, потому что им манипулируют. Еще раз говорю, у вас есть масса возможностей. Золото, серебро и криптовалюта. Вы можете сделать больше денег, сажая яблони. Но есть акции, которые не упадут из-за поддержки правительства. И золото не упадет, потому что ФРС этого не хочет. Причина, по которой мне нравится крипта, по которой я покупаю эфиры, биткоин и все остальное, мне не нравится ФРС. Когда я говорю с более молодыми людьми, им тоже не нравится ФРС США и их денежная политика. Будьте умнее и поймите, проблема в том, что ФРС хочет это все у нас отнять. ЕЦБ тоже хочет у нас отнять криптовалюты. Центральные банки Китая и Японии хотят все это отнять. Ребята, которые связаны с криптой, должны быть умнее, потому что пока что этого еще не произошло, но скоро появится монета ФРС. Цифровой доллар или цифровой юань на востоке. Китай, скорее всего, сделает это раньше США. Затем будут и цифровые евро и другие валюты. Именно поэтому они и хотят уничтожить биткоин. И любую другую негосударственную криптовалюту. Так что ребята с биткоином должны быть умнее. По мере того, как он будет падать, как я уже говорил, я буду докупаться. Когда он дойдет до 27 тысяч долларов, я куплю его точно так же, как я сделал это, когда биткоин стоил 9 тысяч долларов. Именно так и поступают трейдеры. Если появится монета ФРС, то им нужно будет избавиться от коммерческих банков. Единственный вариант, по которому деньги попадают на рынок сейчас, после того, как их напечатает ФРС, это коммерческие банки, которые получают эти деньги и дают их взаймы. Например, это US Bank, Bank of America, Wells Fargo. Так деньги попадают в экономику. Но если выйдет монета ФРС, то эти банки больше не будут нужны. Вы же работаете на банк, это так? Да, Wells Fargo. Единственный способ, как люди могут получить деньги, это кредитные карты, недвижимости и студенческие кредиты, правильно? Ну, вам нужна учетная кредитная история. Так вот, если выйдет монета ФРС, то Wells Fargo исчезнет. Я не утверждаю, что это произойдет наверняка, но это может случиться. Это мой прогноз на то, что нас может ожидать. Я не утверждаю, что это будет точно. В то же время, если выйдет монета ФРС, она уничтожит и меня, потому что способ, которым я получаю свои деньги, а у меня есть огромный кредит, как я говорил на прошлой неделе, я и Кен МакЭлрэй взяли в кредит 160 миллионов долларов. Это единственный способ, как деньги могут попадать в систему после того, как их напечатают. С помощью таких ребят, как мы, предпринимателей и капиталистов, мы должны занимать деньги. Так вот, когда будет запущена монета ФРС, и мы пострадаем тоже. При этом школьные учителя даже не могут получить кредитку, это так глупо. Но у них есть студенческие кредиты, и это просто грабеж, когда парни вроде нас могут использовать долг, чтобы приобретать активы и не платить налоги. Вас никогда не научат этому в школе, вот почему нет никакого финансового образования. А мой бедный папа был мароксистом, он рассказывал, что капиталисты это мошенники. Сейчас эти мошенники везде, есть даже мошеннические министерства. Дело даже не в деньгах, а в людях. Наша школьная система изначально разработана не для того, чтобы давать знания о деньгах, потому что в противном случае они придут к марксизму или коммунизму, а также к УБД, универсальному базовому доходу. Именно это они, кстати, делают прямо сейчас, с помощью стимулирующих чеков финансовой помощи. Они дают деньги эти напрямую своим гражданам, им больше не нужны банки-посредники. Тем самым они замедляют экономику. Так что, если будет выпущена монета ФРС, посредники уйдут, и мы перейдем к чистому коммунизму, что и является их намерением, и вот почему Камала Харрис будет следующим президентом. Наша ММТ, современная денежная теория, вот мой прогноз, вот куда мы идем. А на этом все, меня зовут Богатейший Ди, не забудь поставить лайк под это видео, а также подпишись на канал, если ты тут впервые, нас уже 184 тысячи. Да, рост замедлился, но он есть, и это самое главное. Медленно, но уверенно. Идем к своему миллиону подписчиков. Увидимся сегодня в новом видео. Всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok